Зарплата в пятницу будет, деньги получу есть. А какая связь? Какая связь? Денег на бензин нет. Бензин хотя бы 3 литра. Вячеславу Нестерову нужен для газонокосилки. С ее помощью он планирует избавиться от зарослей травы на прилегающем к его дому участке. Такое вот объяснение нынешнего бездействия. Административную комиссию оно, впрочем, не впечатлило. Выписали предписание с требованием явиться на заседание комиссии. Вячеслав в шоке. Нарушителем его признали впервые. На каждый год кашу. Но денег на бензин пока нет. Только устроился на работу. Вот такая жизнь. Как скоро планируете избавиться? На выходных. Выходной день. Суббота, воскресенье. Все избавится. Сюда кашье вот это. А, вот это у вас покошенное, да? У меня, знаете, какой литовкой кашу. Но она чуть-чуть затупилась. Я сегодня брусок куплю. Это все до кашу. Валерию Лазовскому, близкому соседу Вячеслава, бензин не нужен. На газонокосилку ему с успехом, правда переменным, заменяет коса. Навык владения инструментом продемонстрировал проверяющим незамедлительно. То, что коса тупая, поняли все. Я бывший военный, мне приказ дали. Косу схватил, да и пошел косить. Дело в том, что она быстро растет. Только успеваешь ее. Бывает, что она сильнее растет. А бывает, что она очень медленно, когда засушливое лето. Она тихо растет. Вот в чем дело. Но скорость роста травы не избавляет от ответственности. За прилегающими 15 метрами к частному подворью собственники обязаны следить и летом, и осенью, утвердят проверяющие. В противном случае выпишут штраф от 500 рублей до 3000. Если человек, допустим, скосил траву, пришел, показал фотографию, что все скошно, то есть штраф минимальный или обходимся устным замечанием. Если человек не оплатил штраф в двухмесячный срок, который установлен законодательством, материал направляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Ежедневно административная комиссия выписывает порядка 10 предписаний жителям частного сектора за несоблюдение норм благоустройства. Штрафы уже получили более 40 собственников. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».